итак сегодня я расскажу о нашем веселом четвертом не в израиле и он был абсолютно невероятным крутым классно полноценным и у нас появились новые члены нашей команды первым делом и конечно же встали и пошли на завтрак мы каждый день вставали в израиле практически в шесть-семь утра потому что нам нужно было очень много успеть сделать за ним поэтому такой ранний подъем был вполне оправдан после этого мы быстренько собрали наши манатки точнее минимум вещей которые нам нужен был для сегодняшней прогулки для сегодняшней тусовки и поехали в тель-авив как вы сейчас видите перед вами наше расписание которое нам как раз вот отправляли все наши мудрихи и которая служила нам неким ориентиром во время поездки в израиле после хорошего завтрака и сбора вещей мы поехали в тель-авив где как раз и встретились нашими новыми израильскими участниками группы кто же это такие все очень просто это дети родители которых говорят по-русски но сами они родились и выросли учатся и живут в израиле вот и весь секрет их было пятеро и для некоторых из них это уже не первый так лет и они помогают иностранным участникам познавать израиль они могут ответить на ваши вопросы помочь вам что-то узнать выяснить и вообще они очень классные милые ребята по крайней мере такие были в моей группе и я не думаю что это какое-то исключение после встречи с израильтянами мы скажем так сделали небольшие задания которым надавали мадрихи которые как раз относились к нашим новым участникам команды после этого мы быстренько собрались и поехали в музей еврейского народа а ну где нам как раз дали некий такой маленький концертик я бы сказала даже интерактив связаны с евреями с римом и тому подобное также после этого мы пошли в музей настоящий музей еврейского народа где нам рассказали про наших предков про наших родственников а также объяснили что значит наши фамилии и откуда они возникли после этого мы поехали в ресторан где уже все было заказано дальше мы сытые довольные пошли смотреть граффити тур который нам проводила одна знакомая женщина нашего гида и скажу так это было прекрасно очень интересный тур если вы когда-нибудь поедете в тель-авив попытайтесь попасть на него потому что это очень интересно и очень познавательно я бы сказала так после этого мы усталые но счастливые загрузились в автобус и поехали уже в отель в ирюсалиме где мы распределились нашими издалитянами по комнатам и вечером у нас было свободное тусовочное время в ирюсалиме и городок современных которая строится вас кому может поначалу немножко выбежать а потом вы вдруг понимаете что она самом деле не очень-то и хотелось но внутри районов знаете какая скорость разрешена 30 километров в час 30 километров в час причем это регулируется не столько с помощью знаков а с помощи лежачих полицейских круговых движений скажем каждый пешеходный переход он немножечко поднят по двум причинам первое чтобы лучше видно детей а второе чтобы если инвалидная коляска она не должна была бы съезжать вниз и подниматься наверх потому что это не очень удобно и 30 километров в час это та скорость при которой даже если есть авария обычно те травмы которые получают человек или транспортное средство они не серьезны вы знали что евреев не хранит земля непосредственно да а вы знали что и вверх не хранит в городах музея танковых войск в мире танковых они танковых танковых но самое необычное здесь это если вы будете смотреть внимательно вы над этими полями увидите на столбиках белые такие коробочки домики домики для птиц как скворечники откуда эта штука на зубы начинается это все поля для того чтобы засеивать женом сегодня в мире принято травить зернышко перед тем как его посеять чтобы его крыша не ела а мы не такие как у нас не настолько развит инстинкт самосохранения как у рыцарь и поэтому мы это едим а 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 и и и ю и тут еще как бы он находится в отеляевского университете То есть мы попали туда, куда люди пытаются попасть 14 лет А мы попали за променки Правда, в музее не учиться, но все же И к нам присоединились израильтяне Пытался прям работать, прошусь все, но он просто не жалкий для вас А я бы также отреагировал Если было такое чудо Я про себя С утра пораньше Доброе утро! Доброе утро! Чудо я или нет, это еще, конечно, вам, а не мне Но то, что в моем лице на вас сейчас смотрят тысячелетия Гадалки и победы, действительно так И в этой связи всем вам вопрос Ну, конечно, господин регионер, вас это тоже касается и вас тоже Доброе утро! Идите сюда! Встречаем регионеров! АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь, господа регионеры, появится сам великий император Сиев вместе со своей разумеется супругой На вас, Лавровый, ваша мастер-класса Обычно их надевали на арбузу, прочим, куда хотите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И приветствуем регионерским приветствиям Правая вытянутая рука чуть отведена в сторону Улыбаемся, император Улыбаемся, императоры Продолжаем улыбаться Вот эти регионеры, дамы и господа Уважаемая римская публика Гонят перед собой толпу Городов евреев Вы у нас будите попой рабов, идите сюда А вы это тоже будете А вот вы будете у нас главным рабом Видя, вы Перегионер, улыбаемся, кто с императорицей рядышком? Там, 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 там Идите сюда, мы выстраиваемся Затылочки, крышки, император Император здесь, ху-ху Отлично Положили руку на плечо, на правое плечо как? Заташи человека, стоите. Правую руку! Это теперь неразимое правую руку. Опустили голову, рабы! Опустили, я сказал. Плываем с императором. А рука где? Ну ладно. Господа, не стыдно. Эти красавцы. И вот эти правые. Если вы когда-нибудь будете в Риме, вы наверняка там будете все купить в Риме. Если еще не были, то подойдите ближе к архитекту. Вы увидите этот премьер. Если вы посмотрите на эту картинку, сейчас сделаете фотографию, я вас уверяю. Практически один лагерь. Более того, это даже лучше, чем там. Лучше, чем оригинал. Почему не визжите от восторга и не кричите браво артистам? Ура! 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 Приказ. Перемагать с земли Иерусалима. Переименовать город, назвав его в честь себя любимого и своей собственной супруги. Эля Капитальна. Страну из иудеев. А латынь-то? Всего ничего. Родиках Ринли не гордились латыни. Язык всех языков, так они называли. По-моему, 600 гвардейцев, не больше, по административной беседой по этой латыни, да и то не начистое у вас на смеси с гвардейским. Еврейский царь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я выседал на крови. Меня выписали. У меня была стража, у меня был посетитель, а то у раба присадал. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вершил людскими судьбами. Понятно, сколько евреев на евреи. Вы, Ланя, они не вмешивались в наши еврейские дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Наоборот, они приходили часто к нам, к евреям. И сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И диалог между пристановцем и евреем мог быть таким. Здоровый еврей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой нахуй еврей? Ач producers Ач-э Ты сидишь в моем присутствии? Давай сначала с тобой Давай плей Да че ты? Да че ты? Да ладно че... Да чё, чё? Долго, чё? Смотри, скажу. Лизавель, да? Ещё лично, да? Ты хорошенько. Хоть ты и не ври. Но у меня для тебя две новости. Одна плохая, короче. Какой-то ещё. Давай, любишь сразу. Чё мне тратить? Ладно, Лизавель? Ещё лично. Смотри, либо я тебя крещу, ты должен мне. Ого. Либо я тебя переехал. Ага. Ладно? Ну давай. Смотри, какой аккуратненький такой. Чистенький. Смотри. Вот понимаете, вот такие вот колокольчики привезли. Смотри, как тень за мной ведёт. А почему? Потому что евреи обязаны были слышать, и не точнее видеть, и не только видеть, но и слышать. Самое главное для христианина, потому что, так сказать, страшно, и дай бог, коснуться не менее. Гораздо опаснее, чем он будет вызвать чурного или прокажённого. Всё, что они говорят про ковидного. Ты понял меня? Понял, да? Внимание! Мотор! Камера! На счёт три! Приготовились! Раз! Два! Три! Пауза! Вот так и замёрт! Пока не скажу одновременно. Дамы и господа, прошу полюбопытствовать. Именно так в конце 18 века в Авторвенгрии присваивались фамилии евреям. Вот так это было. Фотографию сделали. Бегом в любой музей, оторвутся руками. Это оригинал. Почему не вяжем от восторга, не кричим браво? У-у-у-у! Если вы совсем не понимаете, что сейчас происходит у вас на глазах, я попытаюсь вам объяснить. Если кратко, то вначале евреи, как и другие народы Ближнего Востока, не имели фамилий. Номинация производилась по имени и отчеству. А к имени присоединялось слово «бен», то есть «сын», или «бат», то есть «дочь». И также каждый уважающий себя еврей должен был помнить имена своих предков минимум, минимум до седьмого колена. Я не буду говорить вам про то, что да, имена могли повторяться, там были какие-то прозвища и т.д. и т.п. Это, я думаю, если захотите, почитайте. Но основное насчет еврейских фамилий я сейчас вам расскажу. Если, опять же, кратко, то в 1787 году император Австрийской империи Иосиф II издал закон, по которому все евреи должны были иметь наследственные фамилии. Их получение сразу стало обрастать коррупционной паутиной. За хорошие благозвучные фамилии с евреев требовали деньги, а в случае отказа могли призводить фамилии, далекие от благозвучания и почета. Как пример, это Крауткопф, капустная голова, или Оксеншванс, бычий хвост. Я думаю, никому не хотелось бы получить такую вот странную фамилию. Не только книги, которые они написали, но даже их фамилии дожили до наших. Есть некоторые семьи, которые по сей день носят вот эти средневековые фамилии, как бы, да, вот этих самых семей, являются их потомками. Свет, какие цветочки, какие тоже есть. Мы говорим, что это символика колен и травим. Константы, ну, не знаю, дадут ли нам колен, часть этих у нас пропала, больше. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Эх, ну что ж, сейчас я попытаюсь вам объяснить, что тут вообще происходит На самом деле все очень просто Перед тем, как нас отпустить гулять в свободное плавание по вечернему Иерусалиму Нам наши мадрихи и кит дали задание Чтобы убедиться, что мы все живы, что мы все здоровы Что мы в более-менее трезвом состоянии и готовы идти спать И с нами все хорошо, все нормально Нам дали задание, а какое же По возвращению в отель нам нужно было сказать слово Определенное слово Для израильтян, для которых русский неродный язык, это было слово бронетранспортер Да, это звучит не так уж сложно, но скажите это слово, если у вас русский неродной А нам нужно было сказать слово на иврите Это слово называется хамар морет И слово это достаточно такое сложное в переводе Потому что, например, я нашла несколько его переводов Но если кратко, то это означает похмелье В общем, это достаточно такое необычное слово Например, на одном из сайтов я нашла его перевод как Волнуется во мне внутренность Где-то говорит, что это трезвенник Где-то говорят, что это вообще не похмелье А просто что-то связанное с алкоголем Но, в общем, я, может быть, все это неправильно сейчас говорю Но вот я просто то, что нашла, то вам и рассказываю Если, наверное, кратко, то это похмелье, ребята Вот, если я не права, то, пожалуйста, меня исправьте Потому что я в иврите пока полный нуб Субтитры сделал DimaTorzok